Мы переехали к 13-й бывшей столовой. Мама говорит, ты помнишь, как тут у нас Сиряк? А який? Галя, Галя, Сиряк Галя. Да, работала здесь. Вот пиво, вино на разлив было. 13-е столово. Саша пошел кабель проведет, там надо ему купить до холота маленький такой проводочек. Он сейчас к Сереге заедет, он ему там припаяет к электрику. А мы сейчас быстренько сбегаем на рынок, он там же рынок у нас. Я хочу клубники, может уже есть домашняя клубника. Чего-то хочется клубники, просто. Ай, мама, он кричит из машины резинку меню. Она там штаны хочет, и что на качеле валялись, она хочет перешить. Открый, чтобы воздух тебе был. Резиночку не забудь, потому что шукала, шукала в машинке. Здесь должны были резинки быть там. Может, мне надо такую, что-нибудь в трусы, трусовую. Трусовую? Вот там кантик. Хорошо, хорошо, куплю сейчас пойду резинку надо обязательно, там шиї. Дождик прошел немножко, тут маленький дождь был, у нас был сильнее дождик. Видите, девушка пошла, смотрите, купила лук, купила зелень, редиску. А у нас тут дома это все как ни крути, но на свое, правильно? Да. Прошли на базар, и смотрите, вот картошечка Манюсенька мы возьмем, сделаем. Огурчики. Ну, девушка говорит, что это самельника. Вот посмотри, какая клубника. Мужик, да. Слышите, какой запах? Ммм, ено пахнет. Ммм, вообще классно. Вы спрашивали, почем клубника. Я видела сегодня 45, 50 и 55 девушка охотит за кило. А помидорки почем? Сорок. Помидорки сорок, видите? И огурчики. 25. Видите, огурчики хорошие, но видно, что домашние. Мы взяли картошечку. Давайте нам клубнички. По килограммчик. А то ваши вот эти штучки. А суда влазят. Ну, давайте туда в ту штучку, потому что, да, да, да. А вот тут маленькую я сейчас попробую. Вот она специально, наверное, видите, корявенькая. Все попробуем. Ммм, клубника как клубника. Только вот здесь где-то очень пахнет канализация на рынке. И запах клубники перебивается. Сюда добавить зущеночки, да, Сань? Или сливок с сахарной пудрой. Ммм, и будет то, что нужно. Так, и, наверное, мы возьмем огурчики. Значит, что мало. Так то полкилограмма. Так сейчас возьмем. Вот даже килограмм снизу. Я хочу вот эту красивую положите, пожалуйста, вот эту красивую. Опа. А, вот это снизу. Это шучки. Ага, давайте, давайте, да. Просто мы сейчас систи, поїсти. Ну, надо мыть, потому что не мытая. А ось, диви, яка. Цена лучше, чем в магазине. Помидорки у нас там еще есть, черрики. Так, ну давай помидоры возьмем, ладно. Сколько это? Считайте, пожалуйста. Пятьдесят пять. Так, ну что, мы дома. И у нас своя пицца. Саша сейчас будет жарить рыбу в холодильнике. Рыбка. Сделаем салат и позовем на обед Лену. Сегодня ж праздник. Так что, хай. Плиту закрывать будешь? Чтобы не брызгало. А ты же, повар, ты закрывай. Ты за плиту отвечаешь, а не я. По полной программе жарить. По полной программе будешь жарить? Ну, жарь, ну, потом я тебя спрошу за печку. Так что жарь по полной программе. По полной программе. Ну, смотри, хорошо поставили лестницу нам. Очень хорошо. Я еще забыла туда поблагодарить. Бачишь, каже, бабушка, забыла поблагодарить. А теперь я попривязываю так, где шок. Да, 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 да. И оно будет хоть трошечку тут держаться. А в сердце отсюда не будет нисти. Вот эти бьющие, такие колючие, эти розы ужасные. Очень хорошо. Так что все, мы дома сейчас готовим. Уже поздний обед у нас будет. Рыбу пожарим. Нет, ну рыбу же надо пожарить. Рыба же в холодильнике вам есть. Так что все, пока, мам. А у меня туфельки вот такие были. Туфельки были в комнате. Ну, ты там в комнате сейчас такой дурдом. Я не буду в комнату. Сейчас там в комнате такой дурдом, ребята. Это вообще. Стави их тут где-то. Голубятню. Нет, нет, голубятню поставь туда. Давай, давай, давай. Все. Видите, спортсменка. Ту-ту-ту-ту-ту. Дай Боже здоровья. Все, мои хорошие. Вот такие вот впечатления. Все-таки таких вот, знаете, уже взрослых людей со старыми устоями очень трудно переубедить в том, что это хорошо, а это плохо. Здравствуйте, мои хорошие. Хотела уже завершить видео, но не могу смолчать. Я не люблю, когда, знаете, какие-то недоговоренности. Вы видели, что я покупала на рынке и клубнику, и огурцы, и помидоры, и картошку. Надеюсь, что это все домашнее. Вы видели цену, что тут было подороже. Но, когда мы начали готовить молодой картофель, это было вчера, хорошо, что был праздник, приходила Лена, как говорится, знаете, под 100 грамм пошло. Картофель, это все продукты, которые мы купили, это все привозное. Не знаю, это пусть на совесть этой девушки будет. Все привозное. Помидоры тугие невозможно укусить. Клубника, я вам даже сейчас покажу. Сейчас, секундочку. Видите, я искала утром. Сейчас закрою. Вот, смотрите, клубника. Один лоточек мы съели, второй он просто не лезет. Потому что она, она не настоящая, она не домашняя. И, не знаю, какой смысл врать было девушке. Ну, она, смотрите, и уже начинает пропадать. Абсолютно невкусно. Абсолютно. Но это еще ладно. С этого можно какой-то компот приготовить или что-то сделать. Это такое дело. Но картошка, ребята, когда мы ее почистили, и на сковородку, я не так делаю часто, вот как барылка делал, немножечко масла туда сливочного, и воды не доливаю, и как будто она тушится, поджарится. Ребята, как она воняла, знаете, как вот мокрая тряпка. Вот мокрая тряпка, когда она задыхается. Вот так точно и картофель. И сразу я поняла, что эту картошку привозят из Херсона, там, ну, оттуда, с теплых краев, в полиэтиленовых мешках. Я видела, у нас там есть дорожка, я вам показывала, где торгуют опытом. Вот они покупают и продают. Но, знаете, я купилась на это, поверила, что девушка, думаю, ну, знаешь, еще беременна, думаю, ну, точно все домашнее, в амельнике, я знаю, где-то амельник, там, правда, парники. Так что, мои хорошие, когда покупаете, понюхайте, я не знаю, не смотрите на продавца, не доверяйтесь просто так. Это ваши деньги, и это ваше здоровье. И мы поели эту картошку просто, я туда уже и бекон копченый добавляла, что я туда не добавляла, чтобы убить вот этот вот запах прелого, просто прелый, невозможно. Ну, и огурцы, естественно, точно такие. Так что, будьте внимательны. На рынке, вот там, где бабочки стоят, да вот укропчик, где вот такие кучки, кучки того, и все. Вот меня обманули, меня обманули. Я поверила, знаешь, а меня обманули. Так что, будьте внимательны, если покупаете, хотите домашнего. Я не хотела эту клубнику, думаю, Таня. Потом думаю, Таня, ну, здесь 45-50, у нее 55. Думаю, ну, сама выросла, действительно, подороже. Но, ничего, так получилось. Поэтому будьте внимательны и бдительны. Я вам вот хочу показать. Вот я пришла, вот пришла. Ах, вы видите, вот вынесла на улицу огурец. Видите, уже что-то ест листья. Вот сорвала я огурец свой. Я знаю, что это огурец свой, вкусный, тверденький, ароматный и не пахнет никакой сыростью. Все, мои хорошие, звонит будильнику бабушкам. Зачем она его заводит рано утром? Не знаю. Теперь я могу закончить видео. Какая красота, да? Ничего, что такое настроение обломанное после домашних продуктов. Вокруг посмотрите, и вы найдете, чем порадовать глаз, чем поднять себе настроение. Не все так плохо. Здоровья вам и удачного дня!